Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня коротенькое видео про конкретные средства, которые однозначно при комплексном их применении на 100% позволят вырастить новые волосы, то есть когда они выпадать стали по какой-то причине не так давно, то есть не годы назад и лысины уже, где фолликулы заросли, это чудо не бывает, там только пересадка, а когда еще это вообще возможно. В 95% случаев это поможет вам восстановить волосы, какими они были еще недавно. Дорогие друзья, хочу предупредить, уже после записи это стало ясно, в процессе монтажа, что камера была включена в другом режиме, качество света было также не то и потому, картинка совершенно не в том виде, в каком должна быть, уж извинить, переделывать, разумеется, не стал. Главное здесь, конечно, как вы понимаете, не качество изображения, а суть, а суть очень важная. Поэтому смотрите и слушайте данную информацию. Но предупредить я был должен. Цвета, оттенки изображений не соответствуют реальной действительности. У меня уже на канале было несколько видео о причинах выпадения волос, о проблемах с волосами и как восстановить их. Там были разные меры, методы. Я дам эти видео. Они для детального изучения и понимания этой проблемы. Сегодня же только рецепты. И еще, давайте договоримся, не надо мне писать о том, что вот есть там такой-то вроде как мне в укор метод, при котором у кого-то что-то получилось. Я сейчас вам говорю, не у кого-то что-то, а значит у всех, это вообще не значит. А то, что мы устраним те проблемы и дадим организму те питательные вещества, которые позволят вырастить волосы. То есть организму чего-то не хватает, понимаете? А питательные вещества, лекарственные, лечебные, могут передаваться, распространяться, приноситься только током крови. То есть все идет через кишечник, то есть через ЖКТ, дальше кровь и в клетки, в том числе подкожные волосяные фолликулы приносятся питательные вещества. И тогда, если всего хватает, идет процесс по программе, который дан от природы, запуск процесса, так сказать, регенерации и роста, соответственно, волос. Но чего-то не хватает. И вот это чего-то я вам сейчас назову. Первое. Это, конечно, кератин. Это комплекс веществ, которые жизненно необходимы в структуре волос. Итак, только кератин снижает выпадение волос на 34% за один месяц его применения, снижает выпадение волос на 86% за время полного курса 3 месяца. Конечно, можно принимать и дольше. Но это уже потрясающий результат, а в применении комплексном будут еще выше. То есть более застарелые участки кожи головы, где волосы выпали уже давно, могут начать расти волосы. От кератина волосы становятся до 10 раз сильнее и в 2 раза эластичнее. Значительно улучшается и объем, и густота, особенно там, где были тонкие волосы. Они становятся толще. Почитайте свойства кератина и его состав у нас на сайте. Что помимо кератина входит в этот продукт. Как применять? Там тоже все написано. Ссылку на приобретение данного кератина оставлю под видео, как и все то, о чем я сейчас буду далее говорить. Второе вещество, или натуральный БАД, как хотите, это спирулина, водоросль такая. Я ее рекомендую чередовать с хлореллой. То есть, например, там, неделю принимаете спирулину, неделю хлореллу. Как принимать? Сколько? Ну, если мы говорим про таблетки, сразу скажу, ну, такие капсулы продолговатые, неважно, то примерно 20-30 в день. Скажем, на завтрак, прямо после завтрака, и второй раз после обеда, или в процессе завтрака обеда, кинули горсточку в рот, глоток воды, запили, доедаете начатое до конца. Таким образом, каждый день. Я рекомендую сочетать понедельно, потому что есть вещества, которых нет, скажем, в одном, в другом. Кстати, цинк, о котором я сейчас скажу, тоже в каком-то количестве. В принципе, есть спирулини в хлореле. Но там есть вся линейка витаминов группы В, прочее. И так один всего продукт. Ну, два, ладно. Спирулина, хлорелла, натуральные, только биоорганические, безусловно. Ссылки на них я тоже дам в описании, как их купить. Третье, но по значимости я бы на второе все-таки место поставил, это витамин Д3. Жизненно необходим. В своих видео про витамин Д3 я несколько раз говорил про то, как важен этот витамин, в том числе для активного роста, нормального роста волос. А не только для того, чтобы кальций провести в кости. Принимать надо 7-8, лучше 10 тысяч МЕ, то есть международных единиц в сутки. Но у нас есть натуральный витамин Д3. У вас есть выбор выбрать в аптеке где-нибудь, неважно где, на Ихербе, там синтетического происхождения. Там тоже есть разные фирмы, более-менее, там Солгартаж, например. Но натуральный, из лишайников полученный, то есть в органическом виде, не синтетический, есть витамин Д3. Сразу в одном флаконе с К2, с некоторыми ферментами и с омега-3 полинасыщенными жирными кислотами, что тоже очень важно. Итак, это идеальный будет вариант, по столовой ложке, два раза в день. Можно перед едой, можно после еды. Это третий по счету препарат. Четвертый, это диатомит, это органический кремний. Главная основа структуры волоса кремний. Ссылку на него я тоже дам, как и на витамин Д3, вот тот самый, о котором я только что говорил. Это как бы основа, это то самое главное, что даст вам гарантию почти на 95%, ну, как минимум. Но есть еще кое-что очень важное, если вы хотите результат близкий к 100%. Ну, во-первых, цинк. У нас цинка в продаже нет, можете купить где-то в аптеке, можете в Коралловом клубе, если хотите со скидкой приличной, ну, как члены Кораллового клуба, если вы еще не подписаны, ссылочку я оставлю в описании. В общем, цинк, как мономинерал, принимаете двойную дозу, отрекомендованной на упаковке, во время еды принимаете. Цинк, было у меня видео, где акцентировал внимание, нужности, необходимости цинка для роста нормального волоса. Следующий пункт, скажу так, ну, что называется между строк. Натуральным мылом, не шампунями, натуральным шампунем, но не химическими, мойте волосы только так. Ополаскивать советую яблочным уксусом, разведенным в воде, ну, скажем, на стакан воды 2-3 чайные ложки яблочного уксуса. Это как бы протирать, вот ополаскивать, уже после смывания шампуня или мыла. Мы производим натуральное, органическое мыло, которое состоит только из эфиров, и растительных масел. Даже основу мы не покупаем, как вот делают, знаете, как натуральное ручное мыло, но основу-то они покупают, где в составе в том числе и глицерин, а мы делаем сами. Так вот, у нас есть целая линейка, штук 7 или 8 видов, шампуни твердые. Вот я пользуюсь только ими, например. Пятым пунктом хочу выделить, если по значимости, по важности, это витамин С, который жизненно необходим, в том числе, как оказывается, и для нормального роста волос при дефиците. Не только цинга в крайней форме, но и выпадение волос. Так что витамин С, который распадается от температуры плюс 60-70 градусов, принимать обязательно. И опять-таки, не синтетически. Вот здесь категорически это делать нельзя. Это очень опасно. А вот натуральный витамин С, полученный полностью из растительного сырья, холодным способом, это первый в мире концентрат в жидком виде органический витамин С. Вот посмотрите это видео и вот этот препарат. У нас он тоже есть, ссылочку дам в описании. Это уже 5 препаратов. Кто-то скажет много. Это немного, вы салат едите какой-нибудь. Ну, там может быть укроп, петрушка, редиск. Там тоже есть и витамин С, и В, и прочее. Просто это, то, что я сейчас перечислил, концентраты, это то, что в нашей жизни нам этого не хватает. По целому ряду причин, так сказать, дефицита в почве тех или иных минералов, низкий синтез витаминов в растениях, там и многое-многое другое. Да и не едят это люди, как правило, сейчас современные. Ну, а алкоголь, табак, кто уж это вообще потребляет, жареное, все это снижает количество того же витамина С, потому что его растраты, как антиоксиданта, на вот эти, очень сильные окислительные воздействия, идет, ну, категорическое, огромное, и его просто не хватает. Он быстрее израсходуется у таких людей. Ранние лысины, это один из факторов. Есть кто-то скажет гормональные. Есть очень редкие, вот эти возьмем на, там, 2-3% от общей массы людей, и то, там вопрос также решаем комплексными вот этими мерами, корректировкой питания и так далее. Сразу хочу сказать, убирайте сладкое из рациона питание. Это в обязательном порядке. Для того, чтобы снизился уровень сахара в крови, и улучшилась микроциркуляция, соответственно, на периферии, вот как раз в подкожных слоях, так сказать, и в глубинах. То есть микроциркуляция крови, тканевое дыхание улучшилось, и клеточный обмен. Шестым пунктом я бы выделил проростки брокколи. Брать семена, проращивать, и есть грамм по 30-40 в день, уже верхушек только срезать только вершки проростки, грамм 40-50, хотя бы 30 в день. В течение дня разжевывать, салаты кидать, смузи, зеленые коктейли, неважно. Видео посмотрите мое про брокколи, очень многое поймете, насколько это важно. Ну и седьмым пунктом выделю мощный антиоксидант дегидрокварцетин. Посмотрите мое видео о нем. Ссылка на товар тоже будет в описании под этим видео. Пожалуй, здесь можно было бы остановиться, это более чем достаточно. Однако я все-таки скажу, что в идеале, конечно, потребляйте фукус, потому что содержит он в своем составе все практически минералы. Вот это почти аналог состава плазмы крови, но как морская вода, тоже это практически по минеральному составу аналог плазмы крови человека. Вот фукус водоросль вбирает полный состав минеральный, но другой вопрос, чтобы как отдать? Просто съесть сушеную водоросль бессмысленно. Тут нужна особая форма, как раз вот чтобы не было этих уникальных, особых жестких оболочек клетчатки каждой клетки этой водоросли, которая, так сказать, не переваривается в нашем организме, а вот если сделать вакуумную СО2-экстракцию, там другие технологии применять, то вот тогда и есть такой продукт. Он был создан несколько лет назад, и вот мы его продаем, соответственно, на нашем сайте есть этот уникальный фукус, конечно, который, если не лениться, и заставить себя его есть, а это не так приятно, как пряники печатные, да, по вкусу, то тогда многие проблемы со здоровьем будут решены, ну и, конечно, вот с волосами однозначно, и с кожей. Вот я разобрал главное, что нужно есть, чтобы улучшить, активизировать рост волос, причем очень быстро, за считанные порой недели у некоторых людей, особенно это актуально после каких-то перенесенных проблем. Вот очень многие люди мне пишут, что после К-19, после каких-то других эпидемий, или вирусных и других серьезных заболеваний, когда людям плохо было, они лежали, высокая температура, ну и вот после этого у них началось выпадение волос, у некоторых прям кулаками, что называется. Кстати, у меня тоже было, вот я тоже там сильно болел, вот будем считать К-19, так сказать, где-то полгода назад, потом спустя несколько месяцев у меня сильно прям полезли волосы, и вы знаете, несколькими всего лишь мерами я решил эту проблему. Вот говоря о внутреннем воздействии, то есть через пищу, как раз это витамин С, это диатомид, это Д3, вот это СК-2, масло 4 в 1, которое. Сразу скажу, кератин я тогда не принимал, потому что эффект был бы гораздо сильнее, я это просто знаю, ну, например, ну просто даже теоретически, это самое главное, потому что это всегда совпадает с практикой, потому что если это абсолютная логика, и это понимаешь, как процессы происходят, это безусловно факт, и то я ленивый человек, я многие вещи, то, что я вам сейчас сказал, не делал сам, а если делать в комплексе, эффект будет гораздо сильнее и быстрее, и обширнее. Ну вот, значит, о чем я еще хотел сказать о внешнем воздействии. Значит так, у меня был в свое время инфопродукт, он и сейчас есть, захотите, приобретете, там подробно все расписано, как еще лет, знаете сколько? Ну, в советские времена, лет там в конце 80-х у меня сильно выпадать волосы стали, ну, наложение факторов, и стрессы, и прочее, так сказать, и дефицит питательных веществ, кто-то про стрессы скажет, все правильно, как дополнительный фактор, но дефициты питательных веществ и прочее, значит, факторы. Так вот, что я делал? Тогда нашел фирму, ну, уже тогда первые эти кооперативы появились, ну, и такое вещество было силокаст, страшно вонючее, жирное масло такое особое, проборы, надо было кисточкой мазать, там определенная есть схема, прямо сжет кожу, это очень хорошо, это вот как раз улучшается циркуляция крови, что предельно важно, то есть, вот на это воздействие, да, это важное, ну, и, естественно, витамины и прочее, ну, тогда не было того, что я сейчас говорю, но, тем не менее, справились, и отросли прекрасно все, волосы были густые и хорошие. Итак, вот этот мини-инфопродукт, ссылку я на него дам, вещество, на всякий случай, силокаст, сказал, можете сами изучить. Теперь следующий момент, значит, вот микросферы, слушайте, это настолько серьезно, и настолько работает, вот в плане выпадения волос, даже вот в двух видео, которые у меня выходили, про микросферы, про это было, и люди все пишут, мне даже видеоотзывы присылают, очень много их, мы будем периодически публиковать, как раз про выпадение волос, там, ну, один из первых пунктов, то есть, у людей массово, вот волосы, у кого были какие-то облысения, недавно выпадать, особенно стали, это у всех вырастают, и вот, я вот сам использую подушки, с микросферами, то есть, я сплю на них, а если использовать шлем, вот этот шлем на голову, ну, шапку, вот это, ну, вот был случай, когда человек описывал, давайте кратко поставлю, вот этот отрывок, где жена про мужа, что рассказывает. Добрый день, очень, очень благодарна вам, и хочу поделиться, уже наработками, которые у нас есть, значит, микросферы к нам пришли, в прошлую субботу, сейчас пятница, то есть, еще нет недели, но уже есть, определенные результаты, очень хочется с вами поделиться, хочу рассказать, про своего мужа, Сергея, значит, он впечатлился, и вот мы заказали, значит, он спал на подушке, он, одевал шапку, вечером несколько часов сидел у телевизора в шапке, в тапках, значит, и спал на подушке, в шапке, в повязке для глаз, и в тапках, три дня, через три дня, значит, ему это все надоело, и он сказал, я не хочу больше спать, в шапке сбросил это все, я смотрю, он лежит утром, без шапки, без повязки, значит, хотя сон стал очень-очень глубоким, и он это сказал, с самого первого, самой первой ночи, сказал, что так глубоко, как я вообще никогда не спал, вот, значит, у него аденомопростаты, он бегает в туалет, и говорит, слушай, я в этот раз, ну, два раза сходил, и то я сразу, говорит, ложился, и сразу же засыпал, что, в общем-то, его уже давно не было, значит, он все снял, и я смотрю, у него волосы темнее, а он полностью седой, вот полностью, у него серебристая седина такая, он, у него волосы на голове, у него нет лысины, но, вот он полностью белый, уже давно, достаточно, там, года два-три уже полностью, я говорю, Сереж, у тебя волосы темнеют, я стала смотреть, он вскочил, подбежал к зеркалу, и, значит, ну, что-то там смотрел, но я в это время встала уже, стала собираться на работу, прихожу в комнату, а он лежит, значит, на подушке, в шапке, в очках, и в тапках, вот, ну, в общем, вот такая вот комедия, значит, как космонавт, то есть, это его впечатлило, действительно, волосы стали темнеть, я даже сейчас фотографии пришлю вам, это вообще, конечно, потрясающе, ну, вот вы посмотрели, ну, вы понимаете, что означает, когда полностью седые волосы стали темными, то есть, питание изменилось, пигментация, все это шло через кровь, а почему? А потому что вот эти микросферы заставляют в подкожных слоях, как бы это сказать, неправильное слово разгоняться, в общем, улучшить микроциркуляцию крови, да еще как, и, конечно, сто процентов есть воздействие иного рода, то есть, не возврат инфракрасного тепла к телу, а путем отражения от этих полых микросфер керамических, это гораздо что-то больше типа волнового, какого-то эффекта переноса информационного, то, о чем Горяев говорил, и вот говоря о матрицах и так далее, то есть, сам организм, я предполагаю, который, безусловно, на сто процентов имеет программу, вот эта программа направлена на здоровье, она каким-то образом воздействует обратным путем, усиленно, как бы резонируя, на выполнение вот этой программы, заложенной от природы, то есть, здоровье, программы нормальной, когда у человека что-то не так, тут усиливается каким-то образом, вероятно, вот эта программа, потому что те чудесные воздействия, которые оказывают вот эти различные предметы с микросферами, на разные органы и ткани, они просто поразительны, так что это второй пункт по внешнему воздействию, я вам так скажу, если вы примените это комплексно, то я думаю, что во всех случаях, кроме тех, когда уже фолликулы кожные, вот эти поры полностью заросли, ну вот тогда в любых иных случаях волосы вырастут, понимаете, это, ну это 100%, я вот только малую часть этого применил, ну как малую, нет, ну половину добрую, да, скажем так, значит, если у вас нет возможности финансовой, ну допустим, да, пробуйте часть из этого, что больше всего советую, кератин, диатомид, D3, вот этот вот натуральный комплекс 4 в 1 на основе масла, да, потом тогда спирулина хлорелла, естественно, параллельно микросферы, ну вот хотя бы это, ну если что-то дополнительное, то, о чем я говорил, это будет только прекрасно, ну и для всего организма, поймите, не только для там волос, да, и есть у меня на сайте готовый такой набор, называется для здоровья волос, ногтей, кожи, вот там есть все практически эти компоненты, если чего-то нет, ну микросферы, понятно, там нет, вы отдельно просто доберите, этот набор сразу на 3 месяца, кто-то скажет, вон, большая сумма, конечно, можно набирать по отдельности, как я говорил, там просто через наш сайт, а это просто для удобства комплект, ну сразу на 3 месяца, вот, чего нет, можно добрать по отдельности, я еще вот что советую, у многих людей очень серьезное накопление гнойных токсинов, трупных ядов, и в межклеточном пространстве, и засорена лимфа, которая, часть которой, лимфатическая система, это канализация нашего организма, выходит в просвет толстого кишечника, складки, и вот, это проблема для многих, так вот, да, есть система очищения, это безусловно правильно и хорошо, но есть гель сорбент, который эту проблему решает, а заодно, за счет вещества хитозана, природного биохитозана, он питает еще наши родные, только симбиотические, так избирательно, кишечные бактерии, поэтому, я советую применять вот этот гель сорбент, но вы, чтобы понять, зачем, для чего и почему, насколько это важно и необходим, посмотрите это видео, про этот гель сорбент, ссылку тоже оставлю в описании, и еще, конечно, вот что скажу, массаж кожи, головы, чтобы улучшить микроциркуляцию крови, да и настроение, это, в общем-то, приятная процедура, не противная, я советую деревянной расческой, особенно такой остроконечной, но не сильно острый, как лезвие, естественно, дубовый, это лучше всего, делать такие движения, массажеобразные, расчесывание, но, тут ведь мы не волосы просто расчесываем, а мы упираемся, да, этими деревянными, скажем такими, колушками расчески, но, естественно, только не пластиковый, соответственно, в кожу, и идет стимуляция к циркуляции крови, тоже хорошая, правильная мера, итак, расчесывание, силокаст, микросферы, стопроцентная гарантия, по внешнему воздействию, по внутреннему уже тоже сказал, да, хотя бы пять мер, все, о чем я говорил, есть на нашем сайте, надгард.ру, ссылки на все то, о чем я говорил, будут под этим видео, напомню, а для новых зрителей скажу впервые, соответственно, в данном видео, что любые товары, наши продукты, приборы, мы отправляем в любые точки России, и любые страны мира, не спрашивайте, в какой вы находитесь, мы в любую отправляем, если вы боитесь, что платежей, знаете, уже в Россию не провести, нет платежей, платежных систем, все обрублено, не волнуйтесь, мы нашли вариант, как вы спокойно, живя где-нибудь в Испании, или там в США, оплатите спокойно в другую страну, ну, скажем, Евросоюза, легко, естественно, и мы это просто учтем, так что пути вот такие вполне есть, и не волнуйтесь, и оплатить вы сможете, и получить вы сможете, если в вашей стране, где вы находитесь, есть почта России, и ее не закрыли, ну, как в Дании, например, или в Австралии, прикрыли почту России, пока нельзя отправить, а в любые страны другие, Германия, там Израиль, там США, Канада, пожалуйста, отправим. Да, скажу еще раз, что ссылки на очень важные видео, чтобы глубоко эту тему понять о причинах, я же про причины сейчас не говорил практически, да, так вот тогда посмотрите эти видео, я там полностью все объяснил, ссылки на эти видео, я там под этим видео оставлю их, так что найдете легко, нажмите слово еще под этим видео, открываются ссылочки на товары, ссылочки на видео, смотрите их, переходите по ссылкам, ну и все. Ну вот я и дал вам схему, абсолютно действующую рабочую схему, как сделать таким образом, чтобы волосы опять стали густыми расти, если они выпали недавно, после какой-то болезни, ну и вообще-то не застарелая там лысина, уже лет 20, тогда вы точно эту проблему решите. То есть и я, в том числе, на своем примере, частью этих мер, применяя только часть этих мер, правильных, я эту проблему сейчас решил буквально очень быстро. И запомните такую важную мудрость в этой связи, что если есть какая-то проблема, то решив эту проблему глубинно, то есть саму суть, в корень, вы внешне тоже все измените. Вот, просто у кого-то не хватает знаний, кому-то лень, то есть абсолютно все равно. Это вопрос другой. Но найдя причину, можно ее решить, зная как и имея на это средство, и работая в этом направлении, то есть направлении исправления данных проблем. Дефицит питательных веществ многих, это большая проблема, тем более в наши дни. Поэтому решать комплексную задачу, это решать еще и другие проблемы со здоровьем. Так что это не просто так, вы знаете, целенаправленно по волосам, это вообще по всему организму. Пусть эта мысль даст кому-то сделать шаг в решении задачи, идти таким путем или нет. Пойдете, добьетесь результата на 100%. Ну вот, пожалуй, и все.